Здравствуйте! В эфире программа «Про здоровье» и с вами Райский Ян. Сегодня мы поговорим о такой насущной теме, как женское здоровье. Поэтому мы встретились с врачом-акушером-гинекологом Черсюной Людмилой Анатольевной и затронули самые интересные вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы рекомендуем сам осмотр гинеколога, конечно же, проведение ультразвуковой диагностики. Это входит сейчас в обязательный осмотр и обследование. Ультразвук является высокоинформационным методом диагностики, безвредным методом диагностики. И, конечно же, забор мазков обязательно на онкоцитологию и мазок на флору, соответственно, и на инфекции. Вот мы с вами поговорили сейчас как раз, заговорили об инфекционных заболеваниях. А если мы сейчас скажем о половых инфекциях, как сейчас нужно проверяться на половые инфекции? Вообще, конечно, это должно входить и входит сейчас в стандарт обследования на инфекции, передающимся путем, молодым пациенткам, да и вообще пациенткам, которые планируют беременность. Это очень актуально. Ну и, конечно, если пациентка посещает планового гинеколога, мы тоже рекомендуем обследование на инфекции, потому что есть скрытые инфекции, которые не проявляют себя, а при этом уже начинают доставлять беспокойство. Поэтому в данной ситуации все индивидуально. Но вот как бы определенные критерии все-таки существуют. С какого возраста вообще нужно посещать врача-гинеколога? Осмотр врача-гинеколога вообще показан даже в детском возрасте. Когда девочку отдаем в садик, ее должен тоже осматривать гинеколог. Когда девочка идет в школу, ее должен смотреть детский гинеколог. Ну и, конечно же, когда начало менструальной функции. Здесь могут манифестировать, появляться определенные жалобы. И здесь гинеколог – это правая рука наших пациентов. Когда стоит ходить к врачу-гинекологу? В какой период менструального цикла? Если говорить о начале, о становлении менструальной функции, то здесь молодая пациентка должна знать, что функция ее должна установиться в течение 6 месяцев. Все, что относится уже за пределами, является поводом для обращения за гинекологической помощью. Женщинам, которые вообще планируют прийти к гинекологу, мы советуем, конечно, обращаться после месячных. То есть, когда заканчивается менструация, на 5-12 день менструального цикла с целью того, чтобы еще и провести ультразвуковое исследование, которое более эффективно именно в эти дни цикла. Когда стоит бить тревогу пациенту, например, когда идет какой-то гормональный сбой или, например, идет задержка, когда все-таки стоит бить тревогу? Да сразу же надо бить тревогу. Это может быть симптомом очень серьезного заболевания. И здесь надо к этому относиться наиболее серьезно. Поэтому, как только у пациентки, мы всегда говорим, не ждать, не ждать той ситуации, когда само все закончится. Когда бывает, что пациенты обращаются, вот уже истощенный организм, и нам тяжело приходится бороться с этой болезнью. Нарушение менструального цикла бывает связано со структурными изменениями, появлением функциональных кист. Или изменения со стороны матки. То, что требует сейчас, оказание непосредственно, чем быстрее, как говорится, тем лучше. Поэтому нарушение цикла – это самый главный при наличии жалоб повод обратиться к гинекологу. А какой самый допустимый срок задержки? То есть, например, от трех до семи дней или до трех дней? Когда самый допустимый период? Допустимый до семи дней. То, что… Ну, это при отсутствии жалоб. Если свыше семи дней, это тоже повод обратиться к нам, чтобы мы посмотрели, исключили, да, опять же, наш любимый ультразвук. То есть, и, соответственно, уже помогли пациенту в дальнейшей тактике. Давайте сейчас поговорим, конечно, о такой серьезной проблеме, как эндометриоз. Вообще, что это за заболевание? Как он вообще лечится? Эндометриоз – это загадка 21 века. Все бьются, ищут решения. К сожалению, заболевание распространенное, изменяющее качество жизни пациента. В чем проявляется эндометриоз? Если говорить обычным языком, эндометриоз – это заболевание, когда клеточки, подобные построению внутреннему слою, эндометрию, которая торгается при менструации, они начинают располагаться там, где им по природе быть не должно. Если мы говорим про матку, то это поражение мышечного слоя матки, самого мощного слоя, который растягивается во время беременности. И матка, конечно же, нарушение строения приводит к нарушению функций. Клинические формы эндометриоза разнообразные. Если говорить про поражение матки, это может быть и узловая форма, и диффузная форма, и кистозная форма. Эндометриоз поражает не только матку, может поражать. Он может поражать яичники, вызывая формирование эндометриом, то есть эндометриоидных кист. Он может поражать и маточные трубы, он может поражать и стенки влагалища. То есть локализация его различна с поражением именно органов репродуктивной системы. Но сложность еще и в том, что он, в кавычках, любит еще поражать и смежные органы. Он может поражать рядом находящиеся органы, это в частности мочевой пузырь, кишечник, брюшина, которая выстилает у нас внутри брюшную полость. И появление очагов эндометриоза также приводит к нарушению структуры органа, отсюда нарушение его функции. Заболевание сопровождается, может сопровождаться выраженными болями. Есть связь цикличная с менструальным циклом. Он любит менструальный цикл, потому что клеточки, как я уже упомянула, эндометрий – это клеточки, связанные с менструальным циклом. Это по клинической картине боли. Пациенты бывают, что боятся наступления этих дней, критических дней, потому что боли сопоставимы, наверное, с родовыми схватками, как они характеризуют их. И нарушение менструального цикла. Обильные менструации, которые могут приводить к анимизации, то есть снижению уровня гемоглобина, до критических цифр. Бывает даже, что пациенты к нам поступают, цифры гемоглобина просто ужасающие. И стоит вопрос о гемотрансфузии, то есть переливании крови. То есть клиническое проявление эндометриоза различно. Ну и, конечно же, перечисляя все эти формы и симптомы, нельзя не сказать о том, что, конечно, снижается качество жизни женщины. И это может приводить, конечно, не только к каким-то нарушениям работы органов, но и, конечно, к бесплодию. Поэтому заболевание актуально, заболевание распространено. И очень обидно, что в нашем современном обществе, где у нас прекрасные женщины, целеустремленные, красивые, прекрасные домохозяйки, прекрасные мамы, но они про это заболевание, к сожалению, не знают. И на самом деле я вам очень благодарна, что вы уделили, что вы услышали нас, что мы хотим рассказать про это заболевание, чтобы больше людей узнало, что есть такое, к сожалению, некрасивое заболевание. И наша клиника может помочь. И мы хотим помочь. Я думаю, что мы добьемся своего. Есть, конечно, такое же заболевание, как эндометриоз, да, но что такое аденомиоз? Что вообще вот это за заболевание, как оно лечится, операбельное, неоперабельное? Как вообще здесь происходит лечение? Аденомиоз – это поражение непосредственно эндометриозом матки. Как есть понятие эндометриоз яичников, эндометриома яичников, аденомиоз – это эндометриоз матки. Степень выраженности поражения различна. Иногда, имея большой клинический опыт ультразвуковой диагностики, когда пациенты приходят на УЗИ, проявления эндометриоза, конечно, различные. От легких форм до поражений, я вот в данной ситуации про матку говорю, до тяжелых форм, соответственно, конечно же, и с нарушением функции органа. Подход у нас в нашей клинике индивидуален. Я хочу сказать, что вот эта проблема, которая носит мировой характер, в России тоже мы стараемся оказать помощь на самом высочайшем уровне. И сейчас в нашей клинике есть центр по лечению эндометриоза, где мы оказываем помощь пациентам именно с формами эндометриоза не только легкими, но и с глубоким инфильтративным эндометриозом. Крайняя степень эндометриоза – это глубокий инфильтративный эндометриоз, то есть поражение, когда идет смежных органов. Иногда проводят аналогию эндометриоза с онкологическим заболеванием, в связи с тем, что он обладает таким инфильтративным ростом, то есть прорастает. Поражение. Поражение, совершенно верно. И, конечно же, поражение смежных органов. Очень часто встречается поражение кишечника, нарушение функции органа. Есть даже описание, единичные случаи, но в то же время в мировой практике существуют кровавые слезы эндометриоза, когда поражение очагов эндометриоза обнаружилось у девочек, во время менструации у них льются кровавые слезы. И вот такой вот сравнительный эпитет кровавые слезы эндометриоза – это именно проявление клинической эндометриозы. Мы создали центр по лечению эндометриоза, и уникальность его в том, что это междисциплинарный центр. Руководителем центра является главный врач Слонов Андрей Владимирович, который непосредственно оказывает высококлассную хирургическую помощь. Надо отметить уровень его подготовки и стажировки в ведущих европейских клиниках. То есть мы лечим не только легкие формы эндометриоза, говоря про хирургическую помощь, но и вот эти сложные формы, в частности, глубокий инфильтративный эндометриоз. В состав центра входят не только врачи-гинекологи, но и врачи ультразвуковой диагностики. Хочу сказать, что ультразвуковая диагностика у нас на высоком уровне. У нас прекрасное оборудование, но оборудование ничто и без специалистов. Хочу сказать и отметить уровень нашей ультразвуковой диагностики именно с гинекологической стороны и подчеркнуть заслуги нашего главного кшер-гинеколога Урумова и Ленота Тарканны. Качество ее ультразвука – это ультразвук экспертного класса. Ваша покорная слуга тоже занимается ультразвуком. В наш центр входят специалисты и урологи, заведующие урологическим отделением. Прекрасный специалист Пронкин Евгений Артурович. Абдоминальные хирурги, вестеральные хирурги, высококлассные хирурги входят в состав нашего центра. Лабораторная диагностика. Надо коснуться и сказать, что мы в тренде всех последних инноваций по лечению и диагностике эндометриоза. И применяем лабораторную диагностику в плане доклинического этапа. То есть выявление на микроуровне. Сейчас очень, в кавычках, модно. Искать предвестники эндометриоза. И в частности микро-РНК. То есть на генетическом уровне. Возможности нашей лаборатории такие, что мы можем тоже проводить такую диагностику. Специальные онкомаркеры, которые свидетельствуют об активности степени эндометриоза, тоже проводятся в нашей клинике. Лабораторная диагностика у нас на высоком уровне. Мы проводим также МРТ органов малого таза. Тоже у нас есть специалисты, которые проводят на высочайшем уровне данные исследования. И, конечно же, смежные специалисты, которые тоже могут помочь нам в лечении данной нозологии. Это и гастроэнтерологи, это и эндокринологи, генетики, гинекологи, которые занимаются репродукцией. То есть это не особенность нашего центра. Еще раз подчеркиваю, его междисциплинарность и наличие специалистов, которые обладают именно возможностью оперировать на уровне, соответствующем мировому. То есть это, получается, любой пациент может обратиться за помощью, и ему, соответственно, окажут должную помощь. Обязательно. То есть здесь даже мы работаем для этого. Мы хотим помочь пациенту справиться с этой болью, с этой ситуацией. Но я хочу еще подчеркнуть такой вариант, если мы говорим об эндометриозе, это семейный анамнез. Очень обидно бывает, когда пациент приходит и даже не знает, возрастной пациент, ну, будем говорить, за 30 лет, и не знает, что такое эндометриоз. А у него проявление, у пациента, достаточно на высоком уровне. Но у пациента может быть дочка, которая тоже, чем раньше обратится, тем, конечно, качество оказываемой помощи будет лучше. Потому что, еще раз подчеркиваю, эндометриоз обладает инфильтративным ростом. То есть он не стоит на месте, если говорить об активности процесса, то он будет прогрессировать и прогрессировать. И вот, если говорить о глубоком инфильтративном эндометриозе, это уже запущенные формы. То есть лучше обращаться, тем более, если у мамочки были какие-то проблемы, пусть она приведет дочку, мы пообследуем, пусть даже без жалоб. Но в данной ситуации мы предугадаем возможность развития более печальных таких ситуаций. На какой именно стадии нужно обращаться к врачу и проверять, какой именно эндометриоз и аденомиоз? То есть есть стадии первая, вторая, третья. На какой именно стадии надо обратиться? Не стадийность играет роль, а именно болевой синдром. Боль. Это характерно для эндометриоза. То есть это как хроническое заболевание, которое имеет периоды обострения и ремиссии. Эндометриоз тоже хроническое заболевание. И боль характеризует его как активность этого процесса, то есть как обострение хронического процесса. И чтобы уже определить стадийность и поражение какого органа, а может быть органов, требует обращения к гинекологу. И выполнение не только рутинного осмотра гинекологом, и сбора анабнеза, и разговора с пациентом, конечно, это является важным пунктом, первым пунктом, но и дополнительное обследование, о котором мы сказали. Это и ультразвуковая диагностика, лабораторная диагностика и, конечно, МРТ. Иногда даже мы подключаем эндоскопическое исследование, потому что в данной ситуации вовлеченность смежных органов, о которых я уже сказала, это проведение колоноскопии, цистоскопии, в зависимости уже от данной ситуации. Правда ли миф, что болезненные месячные – это норма, и все может пройти само собой, и не нужно на это обращать какое-то сильное внимание? Потому что многие говорят, что, например, родит девушка, болезненность пройдет, еще что-нибудь тоже болезненность пройдет. Правда это или миф? На самом деле, коснувшись темы эндометриоза, я подчеркнула, что основным клиническим признаком эндометриоза является боль. С одной стороны, боль – это нарушение качества жизни, с другой стороны, может быть клиническим признаком эндометриоза. Болезненные менструации – это первый повод обратиться к гинекологу. Для чего? Для того, чтобы исключить или подтвердить эндометриоз. Каким образом? Ну, это уже, конечно, зависит от нас. Если мы подтверждаем эндометриоз, тактика, соответственно, определяется в зависимости от ситуации. Консервативное лечение, хирургическое лечение, комбинированное лечение – все индивидуально. Если же мы на осмотре и дополнительных методах исследования исключаем эндометриоз, а я хочу сказать, что золотым стандартом, чтобы стопроцентно исключить эндометриоз, является еще и оперативное лечение. Это диагностическая лапароскопия, когда мы воочию заходим в организм человека и видим, нет ли действительно там очагов, которые мы не можем увидеть на ультразвуке и при МРТ-диагностике. Но это уже тоже, как бы, в данной ситуации не часто встречаемое, но в то же время обследование, которое мы учитываем в данной ситуации. Так вот, если мы исключили эндометриоз, болезненные менструации, как вы правильно заметили, могут проходить, и в данной ситуации мы тогда подбираем лечение. Есть такое понятие дисменорея, то есть болезненные менструации. Она бывает первичной и вторичной теологией. И в зависимости, опять же, от ситуации назначаются препараты. И смотрится эффективность. То есть, если эффективности от лечения нет, опять же, задумываемся, а не пропустили ли мы эндометриоз. Людмила Анатольевна, давайте поговорим сейчас о такой проблеме, как цистит. То, что мы, девушки, бывает, что заболеваем этой болезнью, мы не обращаемся к врачу, мы идем в аптеку, покупаем лекарства, ну и вроде бы как все само прошло. Но болезнь наступает заново. Стоит ли при этой болезни обращаться к врачу? И вообще, как часто нужно посещать врача, если произошла такая вот болезнь? Очень хороший вопрос. На самом деле, самолечение в данной ситуации пациентки занимается очень часто. Я хочу сказать, ни в коем случае так поступать нельзя. Во-первых, урологическая и гинекологическая системы имеют одно генетическое начало. Они взаимосвязаны. И очень часто инфекция, которая сопровождается циститом, которая приводит к циститу, она и поражает репродуктивную систему. Это повод обратиться к гинекологу в том числе. И неправильно леченное, острое заболевание может привести в хроническую форму. И тогда караул. И тогда вылечить это заболевание, которое перешло в хроническую форму, очень тяжело. Не только урологам, и гинекологам, и, соответственно, и урологам, и гинекологам вместе. Как только такие явления появились, обязательно нужно обращаться не только к урологу, если симптоматика превалирует больше, характерно для цистита, но и потом обратиться к гинекологу. А правда говорят, что многие говорят, что не сиди на холодном, потому что можешь заболеть циститом. То есть это действительно так, что нельзя переохлаждаться, потому что все-таки все равно это идет, скажем так, снизу. Совершенно верно. Переохлаждение всегда является провоцирующим фактором. Многие пациенты являются носителями условно-патогенной флоры. Условно-патогенная, то есть при определенных условиях, может проявлять свои патогенные свойства. Так вот, эти условия, в том числе и переохлаждение, может спровоцировать, безусловно, проявление нехороших свойств этой флоры, которая в норме, где-то там молчит, себя не проявляет, но ждет подходящего момента. В данной ситуации, опять же, мы говорим о профилактическом осмотре у гинеколога, который будет вам рекомендовать еще и обследование на вот условно-патогенную флору, чтобы пациент знал, что если вдруг что, он сразу же обращается к гинекологу, и чтобы процесс уже не перешел в более затяжную форму. Еще у меня такой праздный интерес, праздный вопрос. У многих из нас есть папилломы на теле. Нужно ли сдавать анализы на ВПЧ и стоит ли прививаться женщинам после 30 лет? Очень актуальный вопрос. На самом деле, вирус папилломы человека очень распространен. И существует три вида этого вируса. Низкого онкогенного риска, среднего онкогенного риска и высокого онкогенного риска. Если говорить просто о папилломах, конечно, это группа низкого и среднего онкогенного риска. Если говорить о раке, то это группа высокого онкогенного риска. Уже доказанный факт, что именно вирусы, в частности, если мы говорим про рак шейки матки, являются причиной рака шейки матки. И в данной ситуации вакцинация является самым эффективным методом профилактики возможного манифестации рака шейки матки. Особенностью, конечно, эффективности в данной ситуации вакцинации является вакцинация деток до начала половой жизни. Но не возбраняется и после 30 лет. Мы только говорим о снижении эффективности вакцинации. Но она не сводится к нулю. Любые изменения, которые характерны для патологии шейки матки, они подлежат обследованию на вирус папиллома человека. Бывают немые формы. Бывает наследственный анамнез. Это тоже нужно учитывать. И если у девочки какие-то были семейные проблемы, связанные с вирусом и, соответственно, онкологической заболеваемостью шейки матки, потому что это очень страшное заболевание, то мы очень рекомендуем обследоваться и даже при отсутствии вакцинироваться вне зависимости от начала половой жизни. Вот как раз, да, Вы заговорили про рак шейки матки, а мне интересно вопрос про эрозию. Вообще, что это за заболевание и как оно лечится? Опасно ли оно вообще? По сути дела, эрозия, ну, эрозия – это в народе мы так называем, вообще медицинским языком это эктопия, то есть тоже нарушение строения шейки матки, когда определенный эпители, там, где ему не нужно находиться, он находится, то есть на поверхности шейки матки, выходя изнутри, ну, таким обывательским языком. И, соответственно, нарушение строения, мы видим это в виде эрозии, да, действительно, пациент понимает, да, это фон, тоже фон. Ну, чтобы исключить возможность проявления, в частности, связанной с вирусами, мы, конечно, обследуем пациента. Если все нормально, то молодая женщина, у которой есть эктопия, может входить в беременность под наблюдением, а после уже родов мы тогда решаем вопрос о том, как правильно лечить данное заболевание. Вот такой тоже интересный вопрос. Какое сейчас на данный момент у вас в клинике есть оборудование, которое помогает справляться с решением таких болезней? В нашей клинике вот то оборудование, которое необходимо для диагностики и лечения гинекологических заболеваний, есть все. Я хочу подчеркнуть, конечно, что в нашей клинике еще отдается большое значение и науке. То есть мы идем не только практически, но и научно. И поэтому мы в курсе всех современных методик и стараемся, чтобы все оборудование, которое бы помогало нам в диагностике, оно присутствовало в нашей клинике. Еще раз подчеркиваю, ультразвуковая диагностика у нас на высоком уровне, отделение лучевой диагностики, лабораторная диагностика. Все то, что сейчас применяется на мировом уровне, все есть в нашей клинике. Хочется отметить еще и высококлассное хирургическое оборудование, которое есть в нашей клинике. Мы оперируем эндоскопически, у нас есть гистроскопическое оборудование, то есть мы заходим в матку, осматриваем матку, да, ну и у нас и лапароскопическое оборудование, которое позволяет оперировать на микроуровне с применением и 3D-очков, то есть мы оперируем, видим мельчайшие сосудики, это позволяет нам выполнять операцию более щадяще, более анатомично, с хорошим клиническим эффектом. То есть это действительно 3D-аппарат? Это действительно 3D-аппарат. Людмила Анатольевна, и, конечно же, в завершение нашего диалога с вами хотелось бы, чтобы вы пожелали какие-то хорошие, добрые слова нашим зрителям. Уважаемые наши пациентки, я восхищаюсь вами, восхищаюсь вашей красотой, вашей целеустремленностью. Современная женщина – это отдельная история, она достойна на самом деле восхищения, но, к сожалению, немногие пациентки знают, что гинеколог – это главный друг наших пациентов. Мы вас очень любим, мы хотим, чтобы вы были здоровы, чтобы у нас было много хорошеньких деток. Это победа, когда мы получаем деток, это наша мечта, ради которой мы работаем. Мы вас ждем, мы вам поможем. Вы можете на нас рассчитывать. Всегда рады помочь. Поверьте, каждый будет индивидуальный подход. Мы только рады, если вы обратитесь к нам за помощью. Спасибо большое. Людмила Анатольевна, спасибо вам огромное за столь интересную, полезную действительно беседу. И, конечно же, я надеюсь, что мы скоро с вами встретимся и обсудим еще более интересные вопросы для нашего населения. Не затягивайтесь с лечением. Помните, здоровье за деньги не купишь. С вами была Рай Сакиян. Берегите себя и своих близких. Берегите себя.